Что касается квартиры в целом. Дизайн трехкомнатной квартиры – один из самых приятных для дизайнера. Места довольно много, чтобы грамотно расположить все необходимые вещи и предметы, но в то же время площадь неудручающе большая и от этого уютная. Один. В этой статье мы сделаем акцент именно на визуальный ряд. Обсудим современные тенденции, уже изжившие себя подходы. Придем к общему пониманию того, какие материалы и приемы использовать. Изначально обсудим, какие веяния преобладают на сегодняшний день. Изучая рынок предметов мебели, декора, сантехники и прочих необходимых в каждой квартире вещей, а также сталкиваясь со всевозможными дизайн-проектами, мы сделали так называемую выжимку актуальных и не слишком подходов. За основу взяли стандартную трехкомнатную квартиру, даже не ограничиваясь каким-то определенным стилем. В той или иной мере эти тезисы имеют отношение к каждому из них. Радует, что на смену пафосным и пышным барокко, ордека и гламуру пришли лаконичные стили скандинавские контемпорари. Они могут быть не менее дорогими, но их изысканность и возможность создавать уют побеждают показательность и пафосность, ставя во главе простые семейные ценности, радость и комфорт от пребывания дома. Модно использовать одну общую идею и стилевую направленность для квартиры в целом, а не для разных комнат по отдельности. Высокие плинтуса от 10 до 20 сантиметров. Напольное покрытие с очень грубой текстурой дерева и ярко выраженными прожилками, засечками и неровностями. Напольная плитка в стиле пичворк. Белые двери. Делать кладовую, гардеробную и вообще по возможности максимум закрытых мест для хранения, чтобы в квартире было удобно поддерживать порядок. Ценить дневной свет и использовать легкие гардины, а то и вовсе обходиться без них. Простой дизайн штор. Автоматизация системы управления, проще говоря, умный дом. Тонкие бумажные обои. Крупные элементы декора. Неактуально. Низкие багеты и плинтуса. Менее 6 сантиметров. Многоуровневые потолки, уменьшающие и без того не слишком высокий их уровень в среднестатистической квартире. Межкомнатные двери с цветными витражами. Пафосные росписи стен и потолков, имитирующие небо, перспективу или вид из нарисованного окна. Ламбрикены и прочие слишком сложные элементы в текстильном дизайне, даже классический стиль придерживается больше обыкновенных ровных ниспадающих или штор с подхватами. Использование декоративных и нефункциональных гипсокартонных конструкций в виде ненужных перегородок и бессмысленных ниш, которые только без пользы съедают такое дорогое, во всех смыслах этого слова, пространство. Использовать балкон как склад ненужных вещей. Показательная пышность, много позолоты, стразов и перьев. 1. Гостиная. Модно. Журнальный столик из грубого необработанного дерева, иногда на металлическом основании. Открытые стеллажи для хранения и декора. Неактуально. Покупать гарнитур одинаковой мебели в гостиной. Мебельное нагромождение в виде стенки из многочисленных полок и шкафов. Огромный ковер от стены до стены. 1. Спальня. Модно. Кровать и прикроватные тумбы должны подходить друг к другу, но покупаться у разных производителей и не быть комплектом, для более смелых, по обе стороны от кровати разные тумбочки. Все вещи и одежду убирать в гардеробную, оставляя в спальне только комод для белья. Неактуально. Покупать гарнитур одинаковой мебели в спальню, шкаф, кровать, туалетный столик, две тумбы, комод. 1. Детская. Модно. Черная темно-зеленая краска, которая превращает кусочек стены в грифельную доску для рисования мелом. Цветные подоконники или батареи. Модульная мебель, которая трансформируется. Неактуально. Использовать кислотные и другие слишком яркие оттенки цветов, негативно влияющие на психику. 1. Кухня. Модно. Столешница из искусственного камня, кварца или керамогранита. Использование фильтров для очистки воды. Использование измельчителя отходов. Встроенная бытовая техника. Неактуально. Барные стойки с хромированной трубчатой подножкой. Стиральная машина на кухне. 1. Санузел. Модно. Сантехника из скворила. Теплый пол. Прозрачное стекло в душевых кабинах. Душевые кабины без подона, со встроенным в пол трапом для слива. Дизайнерские полотенцесушители. Маскирование ревизионных люков под плитку. Покупая сушильную машину, ставить ее над стиральной. Умывальник с двойной раковиной. Встроенные инсталляции для унитаза и биде. Подвесные унитазы и биде. Неактуально. Большие душевые кабины типа ванна, душ. 1. Освещение. Модно. Большие торшеры, стоящие за диваном и освещающие зону журнального столика. Накладные точечные светильники. LED освещения. Лучшая категория источников освещения по всем параметрам на сегодняшний день. Подвесы вместо бра, на тонких нитях словно свисающие с потолка источники освещения. Прозрачное стекло и пластик. Неактуально. Все источники из одной серии дизайнерской линейки, люстры бра, торшер. Слишком много стразов и хрусталя. При потолочные хромированные люстры. Неоновая разноцветная подсветка. Надеемся, эта статья поможет уберечь вас от ошибок, потому как за каждым из этапов графа неактуально есть огромный сегмент рынка, который на этом зарабатывает. И не в их интересах ставить вас в известность о том, что модно, а что давно уже нет. Мы же, как независимая сторона, можем лишь предлагать к рассмотрению. А решение, конечно же, принимать исключительно вам, чему есть, а чему нет места в вашей квартире. Благодарю за просмотр видеоролика. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. С вами была Алиса Иванова. Субтитры сделал DimaTorzok